Здравствуйте! В эфире программа «7 минут». Сегодня мы поговорим о том, как рязанцы могут узнать о своих задолженностях. Поможет разобраться нам в этом вопросе Оксана Никонова, заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Рязанской области. Здравствуйте! Расскажите, что представляет собой информационный сервис «Банк данных»? Добрый день! Банк данных исполнительных производств, мы уже о нем неоднократно говорили, это такая система, в которой каждый гражданин Российской Федерации может узнать, является ли он должником или нет. Если проще объяснить, как он функционирует и что это такое есть, заходим на сайт, допустим, Федеральной службы судебных приставов России или того или иного субъекта, который интересен, где должник значится прописанным или проживает в тот или иной момент. И на каждом сайте есть такой оранжевый большой квадратик, который написан на «Банк данных исполнительных производств», он в постоянном режиме моргает. Ну, простым языком, скажем так, нажимаем на него и вводим все необходимые реквизиты, которые там требуют к заполнению. Заполняем код с картинки и, соответственно, база это проверяет на предмет наличия задолженности или нет и выдает, какие есть долги у того или иного гражданина и как, разъясняет, соответственно, предлагает оплатить сразу же на сайте. Насколько популярен этот сервис? Этот сервис с каждым годом, скажем так, набирает свою популярность. Если он у нас функционирует с 1 января 2012 года, и если сравнивать с прошлым годом, то возросло где-то в среднем тысяч на семь. Допустим, 2012 год это было 16 тысяч посещаемость именно Рязанской области, то в этом году уже более 23 тысяч. Какие существуют способы оплаты? Варианты оплаты могут предложить сразу на сервисе «Банк данных исполнительных производств». Это с учетом «Киви», значит, есть такая система оплаты «Киви», «Робокасса», также есть у нас и «Вебмани», но вот хотел бы сказать, что «Робокасса» и «Вебмани» – это совсем недавний сервис, он еще не настолько популярен. В основном это «Киви». Также есть госуслуги, оплата по госуслугам, ну и, соответственно, можно распечатать квитанцию и оплатить в любом банке. Начиная с 2013 года подключена такая услуга, как «Через контакты и одноклассники». Можно и, пользуясь этим сервисом, также узнать о своих долгах. Значит, можно подключить услугу, узная о своих долгах, на смартфонах, планшетах. Значит, собственник будет получать информацию о том, какая у него есть задолженность сейчас. В последующем будет также он проинформирован о том, что у него уже, скажем так, появился еще долг. И, соответственно, уведомить его об этом. То есть, можно сказать, получая также, как любую информацию, смс-ка, он будет получать такую же информацию о том, что он является должником. Сейчас лето, очень многие уезжают за границу. Скажите, а какие должники не могут выехать? Начиная с мая месяца, мы регулярно предупреждаем всех должников о том, что начинается массовый сезон отпусков. И необходимо, опять же, пользуясь этим банком данных, проверить, являешься ты должником или нет, для того, чтобы не огорчать себя на пересечении государственной границы, когда люди летят на отдых. В связи с тем, что если физическое лицо или руководитель любой юридической организации имеет непогашенные долги, то и для этого есть судебное решение на исполнение в службе судебных приставов, то, к сожалению, вылететь свободно, скажем так, он не сможет. Потому что судебным приставам выносится ограничение права выезда за пределы Российской Федерации до погашения долгов. И только при погашении должник сможет пересечь государственную границу. Опять же, хотел бы объяснить, что ограничиваем мы, скажем так, быстро. Вынесли постановление, на следующий день мы внесли должника в реестр и отправили в пограничную службу. А вот снять это ограничение будет не так просто, потому что проплатив эту сумму, получив уже непосредственно взыскатель, когда получает эти денежные средства, формируется заново реестр, снимается ограничение и отправляется, опять же, в пограничную службу, но не так быстро, как реестр ограничения. Снятие формируется порядка двух-трех недель. Поэтому нужно побеспокоиться о себе заранее. А в Резинской области с какими видами задолженностями вам приходится сталкиваться чаще всего? Ну, если мы обратимся к статистике, то в среднем по состоянию на сегодня у нас на исполнении уже имеется 140 тысяч должников. И основная их категория – это, конечно, должники по тем или иным штрафным санкциям. Это штрафы в основном ГИБДД, это одна треть всех долгов, которые имеются у нас на исполнении. Кредиты, кредиты, алименты, коммунальные платежи. К сожалению, коммунальные платежи в этом году растут по сравнению с прошлым годом. Их увеличилось. А скажите, а какие существуют сейчас виды наказаний? Ну, если мы посмотрим с вами штрафные санкции, да, вот именно за штрафы, которые выносит суд, то это, соответственно, штраф в том или ином размере. Это административный арест и обязательные работы. Обязательные работы – это новый вид наказания. Он вступил в силу с января 2013 года. Если посмотреть статистику, то она у нас, ну, скажем так, пока еще как таковая отсутствует, но уже имеется такой вид наказания. Он применен одним из районов суда. И в последующем, когда вступит решение в законную силу, должник будет, значит, направлен на те или иные виды работ. Виды работ этих определяются муниципальным образованием, значит, и он, соответственно, должен будет отработать определенное количество часов. Это там 20 часов, 50 часов в течение недели. Судебный пристав исполнитель, соответственно, будет вести наблюдение за ним, как он выполняет. Метет улицы, подстригает кустики там или, ну, те или иные работы. То есть вот разнорабочие, скажем так, простым языком. Скажите, а хватает ли вам людей? Не хватает, конечно, потому что нагрузка на судебных приставах очень большая. Это в среднем где-то больше тысячи исполнительных производств в месяц. При норме час 22 исполнительных производства. То есть представляете, какой объем и насколько это превышает те, скажем так, трудозатраты, которые вот тысячи – это очень много. И это не самая большая нагрузка вот в Рязанской области по сравнению с Российской Федерацией. Если брать большие республики, допустим, республику Башкирии, там в среднем на одного судебного пристава 3000 исполнительных производств. А как же вы будете отслеживать вот виды наказаний, допустим, кто там подметает улицы, подстригает? Как же будет хватать людей на это? Ну, хватает же. Сейчас-то все же это же контролируется. И даже если это выпадает на выходные, если исполнительным листом установлена именно проверка, допустим, по общению с ребенком, это же, как правило, выпадает всегда на выходные, на праздничные дни. Судебный пристав выходит, с законом это предусмотрено, и проверяет все. Все будет проверено, никто не останется, не выполнившим данную меру наказания. Готовите ли вы какие-то акции? Да, с начала августа 2013 года, как и каждый год обычно, мы проводим акцию «Собери ребенка в школу». То есть основной акцент будет на взыскании алиментов. И будем работать плотно, очень применяя все меры принудительного исполнения с должниками по алиментам, чтобы взыскатели могли полноценно собрать своих детей в школу и не испытывая никаких затруднений в этом. А много у нас должников по алиментам? Да, но много. Я считаю, что для алиментов это много. Это практически 8 тысяч с небольшим. Но если их сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то они немножко сократились. Сократились мужчины, но, к сожалению, увеличились женщины. Поэтому где-то в среднем на 2,5% количество должников женщин по алиментам увеличилось в этом году. Какие изменения вы ожидаете в ближайшем будущем? В настоящий момент в Федеральной службе судебных приставов в Государственную Думу на утверждение внесены изменения в Федеральный закон об исполнительном производстве, то есть в 229-й Федеральный закон. Основное изменение – это будет увеличение такой штрафной санкции, как исполнительский сбор. В настоящий момент он составляет 7%. Если должники своевременно в течение 5 дней для добровольного не оплачивают его, то теперь он будет увеличиваться и составлять 10%. Поэтому должникам, имеющим долги, нужно своевременно уложиться в добровольный срок для 5 дней, если такое установлено, и оплатить, чтобы не получать такую штрафную санкцию, как исполнительский сбор. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Узнай о своих долгах с помощью Банка данных исполнительных производств. Оплати задолженность. На сайте Федеральной службы судебных приставов выберите раздел «Банк данных исполнительных производств». Введите необходимые сведения и нажмите «Поиск». Граждане и юридические лица могут оплатить долги без посещения районного отдела судебных приставов с помощью Киви-кошелька, терминала в Киви либо распечатав соответствующую квитанцию для оплаты в банке. Оплати задолженность и живи спокойно.